Зерновая сделка. Хватит или еще не хватит? 17 июля истекает очередной промежуточный срок для продления так называемой Черноморской зерновой инициативы, по которой Россия гарантирует беспрепятственный проход из трех украинских портов, включая Одессу, для экспорта зерна и продовольствия. Накануне Владимир Путин заявил, что ни один пункт зерновой сделки, касающийся интересов России, так и не был выполнен. Поэтому Москва не исключает возможности приостановки участия в договоренностях до того момента, пока данные России обещания не будут выполнены. Так что происходит? Комментарии Георгия Бовта. Черноморская зерновая инициатива, заключенная в июле прошлого года в форме двусторонних соглашений под патронажем ООН между Россией и Турцией, а также Украиной и Турцией, подлежит автоматическому продлению каждые три месяца, если ни одна из сторон не заявит о выходе из нее. Также существует меморандум между Россией и секретариатом ООН, на который Москва исцелается, когда говорит, что касающиеся ее условия не выполняются. В меморандуме ООН обещала содействовать экспорту российского зерна и удобрений, переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT и так далее. Было еще требование запустить на экспорт аммиакопровод Тольятти-Одесса, останавливанный прошлой весной. Но несколько недель назад он был взорван на украинской стороне, а Россия теперь строит ответвление по своей территории до Черного моря, которое будет запущено до конца года. Москва уже два раза соглашалась на продление сделки на два месяца, требуя выполнения ее требований, отраженных в меморандуме ООН. Однако там не все зависит от ООН, поскольку многие компании не хотят сотрудничать с Россией, даже если такое сотрудничество не подпадает под санкции. А ЕС не хочет снимать эмбарго на заходы российских судов в свои порты и их там обслуживание. Около 200 тысяч тонн российских минудобрений по состоянию на конец июня оставались заблокированные в портах Европы, даже те, которые Москва согласилась бесплатно передать бедным странам. Однако при этом общий экспорт удобрений из России, по данным производителей, в прошлом году из-за санкций упал всего, например, на 15%. В этом году он активно восстанавливается и уже может даже выйти на уровни поставок, сравнимых с рекордными показателями 2021 года в почти 38 миллионов тонн. При этом около 70% экспорта российских удобрений традиционно приходится на развивающиеся страны. Экспорт зерна из России за прошедший сельскохозяйственный год вообще составил рекордные примерно 60 миллионов тонн. Хотя накануне сбора нового урожая на элеваторах оставалось еще значительно непристроенное зерно. Весной Путин говорил, что 25 миллионов тонн лежат без движения. Рекордный экспорт – это скорее вопреки зерновой сделке, но благодаря перестройке логистики. Проблемы, впрочем, есть. Они давят на экспортеров, и они очевидны. С фрахтом и страхованием судов, вообще с проведением платежей. В последние дни из ЕС были некоторые намеки на то, что по Ростсельхозбанку он может изменить прежде неколебимую позицию в части подключения SWIFT, но решения пока нет. Другие варианты создания разных финансовых прокладок предлагала Турция, а США еще весной предлагали использовать для экспортных расчетов аграрии в банк JP Morgan. Однако это, в общем, палеотивы. В целом, за время работы зерновой сделки мировые цены на зерно и продовольствие заметно упали, благодаря поступлению на рынки больших объемов продовольственного экспорта. В этом смысле роль черноморской инициативы однозначно положительная. Хотя в этих ценах весной прошлого года была заметная спекулятивная составляющая, когда на волне слухов о якобы неминуемом вселенском голоде из-за военных действий на Украине спекулянты разгоняли зерновые фьючерсы. Украина за минувший год смогла экспортировать почти 33 миллиона тонн зерна. По данным ООН, 90% кукурузы и 60% пшеницы пошло в богатый или среднего достатка страны, что косвенно подтверждает слова Путина о том, что бедным досталось не более 3%. Собственно, по соответствующей продовольственной программе ООН было экспортировано 725 тысяч тонн пшеницы в Афганистан, Йемен, Судан, Сомали и Эфиопию. По состоянию на весну текущего года 60% объема украинского зернового экспорта получили всего 5 стран – Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды. При этом Турция покупает зерно с большой скидкой, перерабатывает его в муку и благодаря этому вышла на ведущие позиции в мире как ее экспортер. Анкара очень хочет продления черноморской инициативы, и у нее есть рычаги давления на Москву, в Сирии и Ливии, в Нагорном Карабахе за спиной Азербайджана. Но самое главное – Турция является важнейшим логистическим хабом для российского параллельного импорта и вообще все еще помогает обходить кое-какие санкции. Тут просто так дверью не хлопнешь. К тому же Турция в случае выхода России из сделки может попытаться выступить единоличным ее гарантом, например, конвоируя торговые суда силами своего военно-морского флота. Помимо этого, выход России из сделки будет непременно разыгран Западом в информационной кампании с целью подорвать связи России с Африкой и вообще с развивающимися странами. Мол, русские морят вас голодом. Также нельзя исключать ужесточение санкций уже именно в аграрной сфере, где они формально не столь сильны сейчас. Тем не менее, все это не отменяет попыток в ходе закулисной торговли добиться хотя бы каких-то послаблений и уступок по части санкций. В том числе путем возможной временной заморозки участия России в сделке без формального из нее выхода.